Добрый день! Приветствуем вас на презентации первого в этом году и четвертого, если считать в общем, выпуска белорусского трекера «Перемен». Напоминаю, что белорусский трекер «Перемен» – это совместный аналитический доклад, который раз в квартал подготавливается совместно с шестью экспертами. И вот эти эксперты, и они же сегодняшние наши спикеры. Павел Слюнькин, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям. Добрый день, Павел! Добрый день! Артем Шрайман, основатель агентства «Сенс Аналитикс». Добрый день, Артем! Добрый, добрый день! Филипп Беканов, независимый социолог. Добрый день, Филипп! Добрый день! Геннадий Коршунов, старший аналитик Центра новых идей. Добрый день, Геннадий! Приветствую! Катерина Барнукова, академический директор «Бирог» и приглашенный профессором университета Карлоса III в Мадриде. Катерина, добрый день! Добрый день! И Лев Львовский, старший научный сотрудник «Бирог». Добрый день, Лев! Здравствуйте! Напоминаю также, что у нас сегодня есть перевод на английский язык, так что если вам удобнее слушать нас по-английски, то прошу переключиться на него в настройках Zoom. И вообще рекомендуем вам выбрать дорожку, на которой вас удобнее слушать, особенно если вы собираетесь задавать ваши вопросы голосом. Если вы выберете английскую дорожку, то вы будете слушать всех спикеров по-английски. Если вы выберете дорожку, которая у меня на настройках Zoom называется Russian, то вы будете слушать нас по-велорусски и по-русски, в зависимости от того, на каком языке говорит в данный момент конкретный гость. Формат нашего мероприятия сегодня такой. Каждый из спикеров кратко расскажет о своей части исследования, после чего у нас будет сессия вопросов и ответов. Свои вопросы вы можете писать в чат или там же в чате просить слово, и мы подключим вас по видео. А начнем мы с приветственного слова Кристофера Форста, директора белорусской программы фонда имени Фридриха Эберта. Кристофер, пожалуйста. Кристофер, пожалуйста. Большое спасибо, уважаемые дамы и господа. Спасибо большое. Наш фонд, старейший политический фонд Германии, занимающийся продвижением социально-демократических ценностей. И у нас шесть экспертов, которые предлагают уникальный продукт, который является более глубоким, чем сравнимые комбинации других подходов. У нас сегодня особенный проект для белорусского контекста. Не все, что будет представлено в части сомологического исследования этого издания, понравится большинству участников презентаций. Для социологических опросов это у него удивительно. Но степень и последовательность, с которой это происходит в данном издании белорусского трекера изменений и происходило в прошлых выпусках этой публикации, может быть действительно удивительной для некоторых. Однако большим преимуществом данного формата является то, что политические и экономические разделы дают объяснение того, что могло повлиять на результаты сомологического исследования. Хотя вам, возможно, придется подумать дважды, чтобы понять возможные причинно-следственные связи, если они существуют. И это дает возможность заглянуться на более длительный временной промежуток, выходящий за рамки того, что происходило за последнюю неделю. Использовать анализ для формулирования будущих политических стратегий. Первые три выпуска широко цитировались. Мы надеемся, что этот выпуск тоже будет получиться признания. И публикация уже доступна в нашей электронной библиотеке, нашего фонда, где вы можете также найти другие исследования, которые мы недавно поддерживали. Ну, спасибо большое за внимание. И теперь переходим к нашим экспертам. Да, спасибо, Кристофер. И действительно, переходим к нашим экспертам. И в порядке того, как они были заявлены, начнем с Павла Слюнкина. Павел, пожалуйста. Пять минут моих, да? Да, больше пять минут. Спасибо большое еще раз, что пришли к нам в гости. Я постараюсь быть очень кратким, да? И основным трендом, я про внешнюю политику буду говорить, и основным трендом во внешней политике стало довольно серьезные успехи белорусских властей в такой международной деятельности. На фоне изоляции от западных стран Минск использовал зарубежные визиты Лукашенко для того, чтобы демонстрировать свою какую-то легитимность или внешнеполитическую субъектность. И тут наиболее таким весомым визитом стал визит в Пекин. Вообще, белорусско-китайские отношения, да, они для режима Лукашенко всегда были очень важными. И последний раз Си Цзиньпинь ездил в Минск в 2015 году, и вот в 2020 году его снова пытались пригласить в Беларусь с государственным визитом. Но тогда этому визиту препятствовала коронавирусная инфекция в 2021 году, там, такая внутриполитическая ситуация внутри страны. И так его и не удалось заманить в Беларусь, да. Но и сам Лукашенко с официальным визитом Пекин не посещал в 2016 году, и вот сейчас он впервые туда с официальным или государственным визитом поехал. И, безусловно, для белорусских властей вот такая внешнеполитическая встреча, учитывая, что Александр Лукашенко после 2020 года за пределы Беларуси, если мы выведем за скобки, Россию практически не выезжал. У него там был визит в Азербайджан и на конференции площадки международных организаций. Но в целом это все, да. И вот сейчас визит его в Пекин, он стал таким одним из наиболее серьезных, но не единственных. Вообще, в целом, на последние три месяца припала активизация его поездок. И, если вы помните, он и в Зимбабве ездил, да, и эту поездку характеризовали как такую прорывную, хотя, безусловно, она такой не может считаться, особенно учитывая, какие отношения, да, насколько они, какой они потенциал имеют, скажем, между двумя этими государствами. Но, тем не менее, его презентуют как такой большой успех белорусской внешней политики. При этом Лукашенко еще и в Объединенные Арабские Эмираты успел съездить, там, решать какие-то вопросы полуличного или полугосударственного характера. Но это тоже не все, да. Я бы сюда еще выделил, и мы об этом тоже пишем, что помимо поездок самого Лукашенко были успехи и в части поездок в Беларусь. И на отчетный период попал рабочий визит главы МИД Венгрии Петра Сиарта. И с 2020 года это первый визит главы МИД страны Европейского Союза в Беларусь. При этом еще очень важно отметить, что в ходе пресс-конференции, которую Сиарта давал вместе с главой МИД Беларуси Олейником, венгерский гость не говорил ни про агрессию, ни про участие Беларуси, ни про роль в войне, не критиковал белорусские власти за нарушение прав человека, тысячи политзаключенных, а сфокусировался на таких довольно позитивных и приятных для властей Беларуси темах, как то, что Беларусь может вдруг стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. Он критиковал санкционную политику ЕС, хвалил инвестиционное экономическое сотрудничество Венгрии и Беларуси. И с похожим заявлением про то, что Беларусь может быть площадкой, выступил и апостольский нунцей, архиепископ Ант и Йозич, и потом за это заявление уцепились и белорусские пропагандисты, и белорусские официальные лица, в том числе заместитель министра иностранных дел, и они пытаются полномерно с таким международным образом своим его токсичностью работать. И нельзя сказать, что совсем не получается. Вторым серьезным фактором, таким очень уже последовательным, который не может быть случайностью, стало то, что Беларусь выведена из-под третьего подряд санкционного пакета Европейского Союза, несмотря на то, что были заявления официальных лиц Еврокомиссии о том, что Беларусь попадет в санкционный пакет, но ее так там и нет. И здесь может быть несколько объяснений. Я сказал бы, наверное, сделал упор на два основных. О том, что большинство европейских стран нет желания усиливать давление на Минск без какого-то существенного, такого кардинального расширения его вовлеченности в боевые действия. А второй причиной может быть банальное отсутствие политических стимулов внутри ЕС, нежелание заниматься вторичным по отношению к России кейсом, особенно на фоне того, что есть диаметрально различные подходы к санкционной стратегии в отношении Минска со стороны ряда стран-членов, которых, собственно говоря, право вето есть. Это Литва, Польша и страны Центрально-Восточной Европы и страны подальше. Были слухи про то, что там Португалия, Бельгия, Италия периодически пытаются Минск из-под удара выводить. Ну и последний, наверное, если в части визитов говорить, такой относительный успех, это то, что он, наконец, не Лукашенко на ковер к Путину съездил, в итоге почтил Владимир Путин вниманием Лукашенко в Минске, хотя такие визиты президент России в Беларусь не осуществлял на протяжении почти трех лет. И это тоже в копилку себе власти могут записать. Вторым трендом, глобальным блоком трендов, мы говорим о таком хрупком балансе в отношениях Украины, украинских властей и белорусского режима. И здесь тоже несколько таких факторов или признаков можно для себя отметить. У них говорил корреспондент радио «Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвик о том, что Беларусь не попадает в санкционные пакеты Европейского Союза именно, и в том числе благодаря позиции Украины, которая возражает против этого. При этом стоит сюда же, наверное, отнести отсутствие обстрелов Украины с территории Беларуси. Уже скоро полгода, да, это, может, последний обстрел с территории Беларуси состоялся 6 октября 2020 года. Были такие неприятные для белорусских демократических сил моменты, как нежелание участвовать в одной церемонии со Светланой Тихановской, когда ее в итоге исключили из начальной такой хронологии мероприятия, из начального сценария мероприятия, да, на мероприятие, посвященном годовщине январского восстания 1963-1963-1964 годов. Мы проанализировали заявления украинских властей, и там видно такое последовательное желание указывать на то, что Лукашенко не является таким же преступником, или у него не такая же позиция, как у Путина, выводить его каким-то образом такой из полностью черной темы. И, например, представитель украинской разведки говорит о том, что Лукашенко изо всех сил старается быть не втянутым в войну, и что ему это дается очень трудно. Господин Подоляк говорил тоже о том, что не видит смысла развивать отношения с белорусскими демократическими силами, потому что не видит внятной антивоенной активности, при этом видит со стороны Лукашенко такие, скажем так, понимания хода развития войны. При этом после этого заявления, в том числе по призову Тихановской, в разных городах мира состоялись такие многотысячные мероприятия антивоенные, акции солидарности с Украиной. Еще через несколько дней была осуществлена антака на российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в Мочуличах, которые взяли, ответственность за которую взяли на себя белорусские партизаны, организация «Байполз Азаровым», которая является частью кабинета Тихановской. Но украинские власти никак не комментировали это, они не выступали ни с поддержкой, ни участия белорусскими, активистов гражданских в акциях протеста или акциях солидарности, никак и комментировали это так, они просто себя дистанцировали от него. Ну и если кратко, то продолжается тренд такой на возведение это из железного занавеса, Беларусь изолирует себя глубже и глубже, страны Польши, Литва, Украина продолжают выходить из двусторонних соглашений с Беларусью, был очень серьезный кризис на границе с Польшей, и все меньше возможностей как экономических, так и чисто гуманитарных, человеческих для белорусов быть связанным с европейскими странами. Причем эта стена, которая возводится, это не какое-то фигуральное выражение, это совершенно реальные стены, и Белорусский Госпогранкомитет даже приводит эти данные, согласно которым практически тысячу километров эта стена составляет на всех границах Беларуси, западной и на западном и южном направлении. Я так понимаю, мое время уже вышло, да, и мне стоит останавливаться. Павел, если вы хотите кратко что-то еще добавить, то вы можете еще что-то кратко добавить. Ну тогда, если кратко, да, то вот эта изоляция, которую повергает белорусские власти, Беларусь и белорусское общество, скажем, в обратном направлении пытаются работать демократические силы команды Тихановской. Нельзя сказать, что здесь какие-то есть такие кардинальные успехи, они скорее точечно компенсируют эти последствия юридической, политической, экономической изоляции Беларуси как государства, да, для белорусского общества. Там, если говорить про какие-то примеры, то удалось договориться с Польшей о том, чтобы это государство и дальше признавало сертификаты об образовании и дипломы, хотя белорусские власти вышли из двустороннего соглашения на эту тему. Правительство Польши в том числе благодаря усилиям Демсил договорились сформировать рабочую группу по поддержке белорусского бизнеса, который работает в Польше. Удается урегулировать темы какие-то учебы белорусских студентов в эстонских и чешских университетах. В Пассе, например, по инициативе Демсил был назначен спецдокладчик для подготовки комплексного доклада о проблемах белорусов в изгнании, да, и, соответственно, методах их решения на уровне международных организаций и рекомендаций для стран-правительств. Ну и важно то, что Беларусь попала в заявление президента Соединенных Штатов Байдена в ходе его визита в Варшаву, да, он отметил борьбу лидеров оппозиции народа Беларуси за демократию. Ну а сама Тихановская закрепила, наверное, вот этот свой тренд, да, он уже довольно очевидный и довольно старый и устойчивый, да, но впервые это было от ее имени озвучено необходимость выхода Беларуси из союзного государства с Россией и организации договора коллективной безопасности. Спасибо большое, Павел. И перейдем к Артему Шрайбуну. Артем является автором раздела внутренней политики в белорусском трекере перемен. Артем, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое, Антон. И я тогда сразу приступлю. Как и у моих коллег, многие тренды, которые я фиксировал за зиму, продолжают то, что происходило, то, что мы фиксировали летами осенью прошлого года. И, наверное, здесь принципиальный из них, самый, вероятно, ощутимый для большинства белорусов в моей, по крайней мере, сфере, это то, что политическая система продолжает грамматизацию, она продолжает окукливание, если хотите. И здесь Лукашенко в феврале подписал несколько принципиальных для будущего политической системы законов, законопроектов. Два из них в Всебелорусском собрании и поправки в избирательный кодекс мы уже рассматривали в прошлом трекере, поэтому я не буду повторяться. Один из них в политических партиях укладывается в эту же колею, в этот же тренд, а именно он дает запуск процессу ликвидации большинства белорусских партий. Причем эта цель не скрывается. Официально министр юстиции об этом говорит, что после перерегистрации, как они это называют, это останутся 3-4 партии вместо сегодняшних 15. И если посмотреть на текст этого законопроекта, закона уже подписанного Лукашенко, то все там предельно четко указывает на то, что в новой белорусской политической инфигурации на законодательном уровне запрещено существование оппозиционных партий. В том смысле, что партия обязана действовать в рамках курса определенного ВНС с белорусского собрания, которое, кстати, еще не созывалось. И также фактическим барьером является повышение численности минимальной для партии до 5000 человек. Очевидно, что собрать такую численность без административного ресурса в сегодняшней Беларуси невозможно, поэтому в ближайшие полгода мы увидим зачистку партийного поля, вероятно, последнего из всех таких остатков фантомов более мягкой формы белорусского режима, который существовал до 2020 года. И для заполнения ниши на зачищаемом партийном поле белорусская власть регистрирует, наконец-таки, партию власти на базе Белой Руси. Снова-таки здесь, на мой взгляд, рано фиксировать какой-то принципиально новый тренд трансформации всей белорусской политической системы в сторону чего-то более партийного, чего-то режима, похожего на партократию. Разумеется, об этом еще не идет речи. Как минимум, потому что в поправках, которые Лукашенко подписал в избирательный кодекс, нет никакого разговора о том, что избирательная система меняется, что у нас будут элементы пропорциональной системы на выборах разных уровней. И поэтому есть немалая вероятность, что Белая Русь до трансформации в партию и после не будет сильно отличаться, по крайней мере, какое-то время в том, что касается ее роли в системе. Поэтому пока рано фиксировать что-то большее за этим, чем герметизацию системы. Но увидим, вполне возможно, что в следующих изданиях трекера мы уже и начали смотреть на это, потому что институты, иногда созданные даже эффективно, могут приобретать другой смысл. Кроме того, власть на протяжении зимы начала некоторые эксперименты, которые чисто внешне выглядят как такое смягчение репрессий, квази-смягчение репрессий. Почему квази? Потому что, безусловно, очень нелепо говорить о каком-то смягчении, в то время как количество и жестокость арестов и фактического преследования беларусов растет. Но вот на таком риторически нормативном уровне власти приняли две инициативы. Это возможность откупиться от репрессий за финансирование экстремизма, то, что считают власти, финансирование экстремизма. Речь, конечно же, идет о донатах в фонды. Это такая коммерциализация репрессий произошла в массовом масштабе впервые в Беларуси, когда тысячам людей, может быть, даже уже и десяткам тысяч на самом деле, предложили откупиться, выплатить компенсацию, так называемую, в государственные фонды за то, что они поддерживали, связанные с протестами и гуманитарными целями фонды в 2020 году. И вторая инициатива — это комиссия по возвращению. То есть создается какой-то снова-таки квази-механизм. Я внушен употреблять эти оговорки, потому что в реальности этот механизм не заработал. Так вот, создается квази-механизм некого прощения грехов перед властью, возможности снять с себя груз ответственности за политические правонарушения. И, как мы видим, даже по официальным признаниям, лишь считанные десятки людей обратились в эту комиссию, и вполне возможно, что многие из них это сделали не всерьез, потому что ни одно из заявлений на состояние начала марта не соответствовало требованиям властей. И поэтому эта инициатива тоже осталась пока что только в виртуальном таком мире. И мы пока, разумеется, не можем говорить о тренде, как я и говорил, о смягчении репрессий, безусловно, но мы видим, что возникает некоторая гибкость и готовность экспериментировать с инструментарием. И этот тренд, разумеется, пока только в зародыше. Нужно подождать и смотреть, что будет с ним дальше, разовьется ли это во что-то. Но до сих пор репрессии только ужесточались. Теперь начинаются некоторые эксперименты, которые интересно, мне кажется, зафиксировать и отрефлексировать в будущем. Дальше появляется тоже, на мой взгляд, что-то новое. Новый тренд, который я замечаю, это некая степень раздражения, отторжения, которое возникает в бюрократии в адрес тех самых провластных и пророссийских активистов, радикальных активистов, активность которых мы фиксировали во всех предыдущих выпусках трекера, и она не остановилась. Она продолжается. У нас в докладе есть примеры. Но появились признаки того, что система начала брыкаться. Театр один в Гродно возразил против давления на себя со стороны активистки Ольги Бондаревой. И против нее же, против ее же, ей же инспирированной правли или кампании критики, выступил депутат Игорь Морзалюк. И, что интересно, во втором случае это получило большую огласку. Государственные СМИ в целом поддержали Морзалюка, а не активистку, на стороне которой обычно выступают белорусские силовые органы. И это, на мой взгляд, особенно позиция такая гос.СМИ, широкое освещение этого вопроса, обсуждение даже в некоторых ток-шоу. Оно говорит нам о том, что есть более широкое недовольство, в частности, в идеологическом блоке администрации Лукашенко, слишком уж назойливыми активистами из провластного пророссийского лагеря. Посмотрим, во что это выльется. Но это два такие интересные примера, которые стали возникать именно сейчас. И, на мой взгляд, это признак того, что белорусская политическая система, которая изначально строилась вокруг демобилизации, вокруг бюрократической дисциплины, она начала торгать из себя такое народное тело этих радикальных проррежимных и пророссийских активистов, которые появились после 2020 года, но, судя по всему, не нашли себе еще органичного места в этой системе. С этим трендом также связан рост влияния генерального прокурора. Еще один такой мини-тренд, если хотите, который мы фиксируем, потому что Андрей Швет, кроме того, что он уже несколько месяцев занимается резонансным делом о геноциде белорусского народа, делом, которое, видимо, лично важно для Лукашенко, он же, по сути, становится таким неформальным куратором всего репрессивной активности государства, по крайней мере, ее законотворческой части. То есть он стал главой этой комиссии по возвращению политэмигранта, к нему же апеллируют и провластные эти пророссийские активисты, и депутат Морзалюк в споре друг с другом, жалуясь именно шведу друг на друга. Шведу было поручено подготовить совещание с силовиками, которое прошло, кстати, сегодня, и на нем Швед сидел в президиуме, и это не в первый раз происходит, Андрей Швед уже готовил такое совещание в прошлом году, и на нем Лукашенко именно по материалам Шведа разнес всех остальных силовиков, по крайней мере, МВД и Следственный комитет. Сегодня вроде бы обошлось без такой критики, но сам факт, что Андрею Шведу дается возможность формулировать повестку дня для Лукашенко о работе других силовых ведомств, ставит его очевидно в привилегированное положение по отношению со всеми ездимы. И последнее, что я хочу сказать, это связанность с Демсилами, тренд, который продолжил зафиксированную осенью фрагментацию в Демсилах, а именно такое оформление киевского центра оппозиции вокруг полка Костя-Калиновского. Раньше к нему примкнули киберпартизаны и движение Супротив, коалиция Супротив. Сейчас к этому коалиции, можно сказать, уже к киевскому центру добавился Зинон Позняк и его движение «Вольная Беларусь». Они заявили о строительстве в будущем. Все эти силы, некой снова такие коалиции, Совет Безопасности, который они назвали, Рады Беспеки. И оформление этого центра киевского, оно не просто про амбиции, потому что есть четкий водораздел, мы его видим, он идеологический, эти силы занимают правый фланг белорусского политического аспекта. Они более радикальны, чем мейнстримные белорусские демократические силы, которые собрались вокруг кабинета Тихановской. Они открыто считают, что немирный военный путь свержения белорусской власти – это единственный путь к тому, что они называют деоккупацией Беларусь, потому что они в Беларусь оккупированной страной. То есть здесь есть не только персональные какие-то непонимания с Тихановской, но и вполне себе концептуальное различие. И также такими другими проявлениями этого же тренда фрагментации, который мы наблюдаем уже несколько месяцев, с осени как минимум, стало то, что от кабинета, вернее от отцов-основателей в кабинете откололась или отпочковалась инициатива «Посполитое рушение». Она стала самостоятельной, заявили, что они больше не аффилированы с силовыми министрами кабинета, с Азаровым и с Ахайщиком. Также мы видели, что, в принципе, Тихановская и ее коллеги смогли без конфликтов справиться, если хотите, или сосуществовать с появившейся коалицией инициативой родственников политзаключенных, которые выступают за более гибкую политику Запада по отношению к Минску. И это можно записать в некое достижение дипломатическое такое или политическое, у кабинета Тихановской, что это обошлось без особых конфликтов, несмотря на несколько разные подходы к проблеме. Но, тем не менее, другое измерение работы кабинета, оно было не настолько, на мой взгляд, успешным. А именно этот полугодовой дедлайн прошел без многих обещанных вещей, в частности, без переназначения представителей, без утверждения их в Координационном совете. Отношения с Координационным советом они смогли довыяснить уже в марте. Реформа в Координационном совете прошла, но, тем не менее, сам процесс выяснения был довольно конфликтным с уходом громким Павла Латушко из Координационного совета. То есть здесь есть некое ощущение незавершенности и, как минимум, невыполненных обещаний, которые были сделаны в августе. Что тоже, на мой взгляд, в целом, особенно в массовом сознании, в массовом восприятии людей, которые все еще следят за демократическими силами. А это не много людей, как мы узнаем из нашего пятого раздела. Так вот, в глазах этих людей это все частички одной фрагментации, одной и той же конфликтности. Спасибо большое, я на этом, наверное, остановлюсь. Спасибо большое, Артем. И я все-таки предлагаю поменять заявленный порядок выступающих и пойти все-таки по разделам. А следующий раздел у нас раздел 3, экономика, внешнеэкономический аспект. И Катерина Бурнукова, пожалуйста, вам слава. Да, добрый вечер еще раз всем. Спасибо, что вы здесь и слушаете нас. У нас внешнеэкономический аспект мы обычно разбираем по трем направлениям. Запад, Россия и Дальняя Дуга. И этот сезон у нас выдался очень активным в плане развития отношений с Дальней Дугой, о чем уже говорил Павел. Но начнем традиционно с Запада. С Западом основное произошедшее за зиму, это, наверное, то, что не произошло. Не были расширены санкции ЕС на Беларусь, несмотря на то, что об этом говорилось. Идея расширения санкций, в частности, была в том, чтобы синхронизировать их с российскими санкциями, таким образом перекрыть путь обхода санкций через Беларусь. Действительно, если мы посмотрим на данные того, как развивается экспорт из ЕС в Беларусь, то мы увидим, что он существенно вырос за последний год, особенно за последние несколько кварталов. Но этот рост происходит не только через Беларусь. То есть не только через Беларусь идут европейские товары в Россию. И такой же рост и даже в гораздо больших объемах наблюдается в таких странах, как Грузия, Казахстан и Турция. И я уверена, что это не полный список. Поэтому все еще можно ожидать введения санкций, но сказать, что с помощью такой синхронизации можно полностью перекрыть обход российских санкций, тоже невозможно. Еще важное событие, которое произошло в отношении с Западом, и это тоже элемент вот этой стены железного занавеса, который выстраивается, это закрытие одного из погранпереходов в Польшу, которое постоянно использует сейчас, напоминает о том, что она может закрыть и другие переходы, которые существенно ужесточили правила провоза товаров. За ней последовала и Литва в том, что она закрыла один из железнодорожных переходов, на других тоже ужесточила проверки. Это все, несомненно, добивает остатки репутации Беларуси как транзитного транспортного хаба. Я напомню, что в хорошие годы Беларусь получала до 2 миллиардов чистой выручки от экспорта транспортных услуг. В прошлом году она упала до 1,3 миллиардов. В этом, видимо, упадет еще существеннее. Что происходило в отношениях с Россией? Вообще, последний год в отношениях с Россией происходит такое... По очереди то Россия добивается каких-то уступок на ниве интеграции, то Беларусь добивается каких-то экономических преференций. Вот зима 22-23 осталась, этот раунд остался за Беларусью, она сумела добиться достаточно большого количества уступок. Это и реструктуризация кредитов, в том числе кредиты на АЭС, что существенно для страны. Это низкие цены на газ, мы не знаем какие, но о ценах на газ договорились, и они вроде как выгодны для Беларуси. И, кроме того, Беларусь еще и позволяет себе не возвращать деньги частным российским инвесторам, что фактически подтверждает тот технический дефолт, который был объявлен ранее рейтинговыми агентствами, и теперь он у нас превратился из технического в фактический. Ну и, как я уже говорила, самое интересное происходило в взаимоотношениях с Дальней Дугой, было три громких государственных визитов, вернее, два государственных визита, один просто несколько встреч в ОАЭ. Все эти три поездки в Китай, Зимбабве и Эмираты, они ярко освещались именно с точки зрения экономики, но надо сказать, что в отношениях Зимбабве вряд ли можно ожидать каких-то больших экономических прорывов, и даже те слухи, которые прорываются по поводу завода по добыче лития, они вряд ли будут иметь большие макроэкономические последствия для Беларуси. Это, скорее, будут благоприятные последствия для отдельно взятых личностей, а не для страны. Зато вот в результате поездки с ОАЭ мы случайно узнали, благодаря тому, что Витебский областполком похвастался об увеличении экспорта, мы узнали, что экспорт в ОАЭ только из Витебской области вырос в 97 раз, до 2,4 миллиардов долларов. Мы давно подозревали, что ОАЭ – это одна из стран, через которые происходит обход санкций, но теперь мы имеем явное подтверждение тому. И если мы говорим про Витебскую область, то, скорее всего, тут речь идет в первую очередь про нефтепродукты. Ну и в конце концов была поездка в Китай. Отношения с Китаем последние годы находились на спаде, экономические отношения. Торговля не особо росла, инвестиции падали. Хороший отчет, кстати, недавно вышел у ФЕСа в библиотеке. Может, кто-нибудь скинет ссылку в чат. Но то, что происходит сейчас, выглядит немного так, как восстановление отношений, возможно, дает надежду на их экономическое развитие. Что было заявлено? В общем-то, мы не знаем никакой конкретики. Да, говорится о том, что эффект от заключенных соглашений может достичь 3,5 миллиардов долларов. Но раньше были заявлены 10-15 лет назад договоренности с Китаем. Иногда бывали на гораздо большие суммы. Там было и 15 миллиардов кредитной линии и так далее. Это не значит, что все это материализуется. Но то, что привлекло, например, мое внимание среди заявленных соглашений, это возможная подготовка соглашения о зоне свободной торговли с Китаем. Если это действительно реализуется, это будет очень мощный шаг о том, что Китай рассматривает развитие экономических отношений с Беларусью как нечто серьезное. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я напоминаю, что ваши вопросы вы можете писать в чат. Также в чате можете просить слово. После того, как у нас выступит спикер, у нас будет сессия вопросов и ответов. А я передаю слово Льву Львовскому и раздел «Внутренняя экономика». Лев, пожалуйста. Здравствуйте. Во внутреннеэкономическом блоке у нас в отчетном периоде закончился 2022 год и начался 2023. В 2022 году реальный ВВП уменьшился на 4,7%. Это самое большое падение ВВП с 1995 года. То есть тогда рецессия была связана с концом перестройки от плановой экономики к рыночной. Только две отрасли смогли вырасти в 2022 году. Это сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство. Но там они смешаны в кучу. Все это произошло только из-за роста в сельском хозяйстве, из-за удачного урожая. И вторая отрасль, которая тоже показала рост, это была горнодобывающая промышленность. Остальные сыграли в минус или были где-то около нуля. Три отрасли, которые показали самое большое падение за 2022 год, это строительство, это торговля и транспортная деятельность. Они упали от 11 до 16%. В новом 2023 году тренд на падение экономики продолжился. В январе экономика падала к январю 2022 года на 5%. В феврале падение замедлилось и составило чуть более 2%. Мы ожидаем, что это падение еще немного продолжится. Но если смотреть на цифры относительно предыдущего года, то мы все еще видим падение экономики. Но если смотреть на сезонно сглаженные цифры месяц к месяцу, то падение практически остановилось. Это значит, что еще в феврале последний, в экономическом смысле, довоенный месяц мы увидим падение. А уже начиная с марта-апреля мы должны видеть примерно нулевое падение год к году. Также в макроэкономических трендах серьезно изменился тренд по реальным зарплатам. Если большую часть 2022 года реальные зарплаты падали в большинстве отраслей и в среднем по экономике, то к концу года, в основном за счет замедления инфляции, реальные зарплаты начали расти. Уже в декабре 2022 года реальные зарплаты были на 0,6% выше, чем в декабре 2021. А в январе 2023 рост реальных зарплат год к году составлял уже 1,6%. Таким образом, здесь у нас тренд в зарплатах начал расходиться с общеэкономическими тенденциями. Также надо сказать, что в новом году теперь в тройке антилидеров строительство было заменено уже полностью IT-сектором. Если строительство за 2022 году было одним из антилидеров экономики, то сейчас в 2023 показывает примерно около нулевую динамику, то есть ситуация там заметно улучшилась. А вот IT последние месяцы устойчиво падает на 10-14% в зависимости от месяца. Дефицит бюджета, который был засекречен еще в 2022 году, по всей видимости, никуда не уходит. И фактически дефолт, о котором уже говорила Катерина, не помог закрыть эту дуру в бюджете. Так же, как и отсрочка всех платежей в пользу России. Из-за чего правительство продолжает экспансивную монетарную политику, а также увеличивает сборы с граждан. Были повышены многие налоги. В конце 2022 года был издан новый закон, оговаривающий повышение или введение многих новых законов. Увеличен налог на землю, на первую квартиру, акцизы на алкоголь, на сигарету, налог на прибыль, налог на виртуальный игорный бизнес, на собак в зависимости от пород, на ремесленников, на самозанятых индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных предпринимателей также была повышена цена на газ, несмотря на то, что цена на газ для Беларуси не изменилась с прошлого года. То есть все эти методы в сумме, они дают то, что мы уже начали называть с операцией «Скребем по сусекам». Увеличивается много мелких налогов. К главным и к самым большим налогам пока что правительство не поступается и, по всей видимости, надеется отделаться вот такими мелкими мерами. Также в эту операцию «Скребем по сусекам» я бы включил новую меру, которую уже задел Артем Шайдман. Это сборы за донаты. Много людей вызывают в КГБ. Судя по сообщениям СМИ, им предлагают перечислить в фонды, благотворительные фонды, связанные с государством, различные суммы. Если раньше речь шла о 500 долларов для не-айтишников и 1000 долларов для айтишников, то в последнее время поступает сообщение о том, что уже с не-айтишником просят по полуторы тысячи долларов даже иногда. Учитывая заявления главы Байсоу Андрея Стрижака о количестве людей, которые донатили в 2021 годах через Facebook в благотворительные фонды Беларуси, речь здесь может идти о десятках миллионов долларов. Артем упоминал эту меру как инновацию в внутренней политике, но я в своем разделе также включаю эту меру и как инновацию в фискальной политике, так как сборы с этих донатов могут превысить сборы по многим налогам, которые я перечислил. Так, например, ожидается, что налог на первую квартиру принесет в казну около 20-21 миллиона рублей. Ну, соответственно, здесь мы говорим о, возможно, 20-30 миллионов долларов. Также продолжается мягкая монетарная политика. Как только инфляцию начали побеждать, инфляция стала гораздо меньше, чем она была в конце лета, в начале осени 2022 года, тут же Центробанк понизил ключевую ставку, чтобы реальная ставка продолжала оставаться в небольшом, но отрицательном диапазоне. Ну, и последний тренд этого сезона – это усиливающееся давление на бизнес и усиливающийся ручной контроль за бизнесом. В эти три месяца больше всего правительство начало обращать внимание на компании с иностранным участием, с иностранным капиталом. Число компаний, акций которых нельзя продавать или отчуждать без разрешения правительства, выросло со 193 компаний до 1849 компаний. Компании, которые до этого пытались уйти с белорусского рынка, начали наказывать. Например, яркий случай произошел с финскими пивоварами, которые до этого заявляли о потенциальном выходе с белорусского рынка. Вот сейчас компания Ольви была штрафована на рекордные 12 миллионов долларов. Это действительно такой довольно рекордный для белорусской экономики штраф, скорее всего, собственно, за подобные действия. Александр Лукашенко продолжил угрожать крупным игрокам. В этот раз обошлось без масштабных компаний-посадок, но ограничились риторикой. В частности, когда были в государственных СМИ опубликованы зарплаты топ-менеджеров ритейла. На этом я закончу и передам слово следующему. Спасибо большое, Лев. Следующий спикер – Филипп Беканов и динамика общественного мнения. Филипп, пожалуйста. Добрый день, сабры. Дякую, Шире, что до нас завитали. Я для вас подрихтовал невеликую презентацию. Спадеюся, что за 20 хвилин поспеем. Жартую. Будем стараться не к у 10 класться. Мусить быть бачно мой экран. Все доброе? Антон, ке у нити кле? Саправдай бачно. Саправдай бачно. Ну, погнали. Так, первое, про что треба сказать. Мы приняли решение сменить методику сбора данных у трекера и пирамин. Я присвячу 2-3 хвилины этому тлумачению, потому что далей рухаться без этого тлумачения будет не можно. Что изменилось? Ранее мы мкнулись не як упадобить нашу структуру нашей выборки до структуры генеральной совокупности людей, які живуть в Беларуси с доступом до интернету в городах Беларуси. Цепер мы так не робим. Мы репрезентуем минавита онлайн-панель, структуру онлайн-панели. Что это нам дае? Это нам дае параунальность между волнами, между хвальными доследованиями. Таким чыном мы адлюстровуем тренды, які адбываюць у грамадстве. Коли ласка, у полным тексте доследования есть докладное, больше грунтовное тлумачэння змены методики. Так само там будзе выкладзены массив дадзеных. Тому, каб не марнаваць час, я такое подрабязнастя опушу, але вось маем, что маем. Трэба упамянуць про фактор страха, так. Мы разумеем, что он уплывая на вынеки, які мы видим. Мы бачим, але усе одно. Гэтым разом мы проконтролявали уплыв фактора страха праз аналіз респонс рэйт и дропаут рэйт. Дропаут рэйт – респонс рэйт, гэта колькась людзей, які отказали нам на запрашэння паудельничаць у доследованне. Людзі, які отрымливали інвітацію, яны не ведали, у якой доследованне ідусь. Дропаут рэйт – гэта колькась людзей, які, отрымавши гэта, открывши спасылку на анлайн-доследованне, до канца не дайшла. Трэба отзначы, што дропаут рэйт на 12% вышэй за дропаут рэйт ў коммерцыйных доследованнех з такой же давжыню анкета. Ну, табок мы бачим, што фактор страха уплывае. Таксама мы адсачылі пра спецаальны вапрос, пра спецаальнае пытанне, шэ і уплыв фактора страха на тых, хто дайшоў до канца. Але гэта ўсё контролявана, ў нас нема падстава ўказаць, каб ў гэтаў хвалі ў нас фактор страха уплываў, а ў паперэдній не уплываў. Таму трэнды, які мы назіраў, на жаль, ўсё ж такі хіба ў грамадстві існуюць. Што трэба зразумець самая важная перэд тым, як мы поэдзем далі? Лічбы, асабліва на наступных двух слайдах, гэта не лічбы размеркаванне падтрымкі рэжыму грамадстве, гэта не лічбы... Таму што мы не рэпрезентуем беларускай грамадства, мы рэпрезентуем анлайн-панэль і трэнды в анлайн-панэля. Паперэдныя даныя таксама пераузважанныя, каб адлюстровуваць структуру анлайн-панэля. Тобок мы кажам толькі пра трэнды. Колькі мінавіта ў Беларусі падтрымкі людзей схильных дадаверу рэжыма, мы не ведаем. Ну, хіба не ў гэтым даследуванні дазнаёмся. Але трэнды мы бачым. Тры хвіліны, як і казаў, можам ёхаць далі. Што мы бачым, на жаль, мы можам казаць пра невялікі трэнд узросту да веру, да рэжымных инстіутаў. Часткова гэта можа тлумачыцца тым, што мы змянілі збурданых. Ну, таму, што раней мы ўжывалі квотную выбарку, а цяпер мы ўжываем простую случайную выбарку. Таму часткова гэты трэнд можа так тлумачыцца. Але падстава ўдумаць, што увесь гэты трэнд тлумачыцца, мінавіта пра збурдадзіных, у нас нема. Пра гэта мы пагаврым, па перш, мы ў папярэдній хвалі назіралі такія змены, і там мы не былі пэвныя, што гэта трэнд, таму што не было пра верачныя онлайн-панэля, якую мы карысталі, ў гэты раз і она была, і трэнд гэта там таксама назіраецца. Плюс, ну, існуюць тлумачыцца, які існуюць факторы, які тлумачаць гэта трэнды, гэта тое, што мы бачым, просто змены ў грамадстве. Часткова пра гэта ўжо казалі маі калегі і прагаврым пра гэта далей. Мы бачым, так, што узрастаюць ўсі індэксы соцяльных настроев, ўсі індэксы соцяльных аптэмізму, ўперш за ўсё індэкс дабрабыту, гэта індэкс, як ўспрымаецца бягучыць стан еканамічный і палітычный Украіні. Эканамічный стан, па ляпшэнне яго, тлумачыцца тым, пра што я казал Леў перада мной, што спынілася, ну, запаваліўся рост інфляцыі, напрыклад, адчуваюцца, ну, з'явіўся рост реальных зарплат. Ці довга гэта будзе довжыцца, я не ведаю гэта пытання да еканамістов, але, ну, такая вось сітуація Украіні. Эканамічныя фактары яны застаюцца давалі важными для беларускага грамадства, нават больш важными за вайну. Гэта аб гэтым было давалі шмат напісана ў розных даследуваннях, путым ліку даследуванні ідэнтычнасті гэта было зафіксаваны, якой было праведзена ўжо пасля пачатку полномасштабнага ўварвання ў Расіў ва Украіну, і падставаў меркаваць, што ўнутраныя праблемы, еканамічныя праблемы стали менш важными для беларускага грамадства, ў нас нема. Тобок, паляпшэнне ў еканамічныя сітуація яно тлумачыць, і калі нават не рост, то захаванне вось гэтага даверу да инстута ў рыжыма ў грамадства. Вось, далей, што мы бачым далей? Драйверамі гэтага роста былі сегменты схильная да недаверу і ярые прыхильнікі. З ярыми прыхильніками ўсё больш-менш зразумела, гэтая людзі просто яны працягваўць гэты трэнд на ралі раунда флаг, пра якимы пісалі ў марці згуртаванне вакол стяга, пра якимы пісалі ў першым выпуску беларускага трэкера «Перамен». А вось хильная да недаверу – гэта хіба депалітызація. У чым гэтая депалітызація маніфістуюцца? Вось на гэтым слайдзе ў низкай паінформаваннасті пра ў вогаля паэлітычну агэнду ў Краіні. Мы бачым тут два графіка. Першы – пра аб'яднанны пераходны кабінет. Мы задавалі пітання – ці вы добра ведаеці, ці вы нешта чулі, ці вы чуеці пра гэта ў першыню. І казалі, што Светлана Тихановская абвістіла пра пераходны кабінет. І што мы бачым? Мы бачым, што толькі адзін сегмент давалі добра паінформаваны пра аб'яднанны пераходны кабінет. Мы бачым, што толькі адзін сегмент падавляльная баўшасць ведая пра гэта репрэсіў за праукраинскую пазіцю. Навац, сегменты, які схильны да недаверу, 58% неупэўненны тібы лі ў Беларусі репрэсіў за праукраинскую пазіцю тіне. Часткова, канешні, на гэта ўплывае фактор страху, але гэта не змэны там ў 50%, гэта змэны там ў... Я бы ацэньваў десь там ў межві 5-7%. То можна сказаць, што гэтае людзі, центральнае гэтае сегменты, яны там трошкі больш абазнанныя пра палітычну агэнду. Чым мы бачым? Але гэта не змэняе трэнд цалкам. Далей, існуе вось той запытна палітызацію палітычну спакой, пра які мы будзем казаць гэта ставлэнне да санкцій. Што мы бачым? У нас толькі адзін сегмент, яры працюнікі, гэта людзі, які хацэлі б узмацнэння санкціяў. Ну так выразна. Схильны да недаверу там консэнсусу немае хіба, але нават там близкаб до паловы хацюць, каб з Беларусі санкцій былі зняты цалкам. Гэта так сама манифістація часткова гэта тлумачыцца тым, што Беларусы агульна хацюць дружыць са ўсім святам, так гэта ў кожным даследуванні бачна, што добрые адносэны дажны баць і с Заходом, і с Расіей, і с Китаем, і за ўсімі. І толькі, ну, людзі, які там палітызованы, яны, так скажам, ў каштоўнасныя рэч шэкшталту не можна сабраваць з Расіей, транслююць ў свай палітычныя погляда. Але, ну, вось такі трэнд мы бачым. Гэта так сама запыт на разрадку, ну, таму, што трэба неяк сконшваць гэты ціск, гэта тоя, як мяркуюць людзі. Гось. І пра вайну так сама пагавырым, як пра фактар, які ўплывая на ўзрост да веру, ці на захавання да веру да інстытутаў рэжыма. Грамацтва моцна падзеляны ў патрымкі, ў пытані патрымкі Расіі ці Украіні ў вайне. Так? Мы бачым, што існує пэвная корэляція, як мы зауважыля ше ў марці 2022 года, што гэта корэляція заховываецца. Паміж тым, ці ты давяраеш да рэжымных инстытутаў, ці маеш ты давярда рэжымных инстытутаў, ці ты не давяраеш. Ці ты працівнік рэжыму, ці ты яго прыхильнік. І гэта тлумачыць значную частку падтрымкі Расіі ці Украіны. Тут мы таксама ёсць цікавая сітуація. Тут мы задалі пытання ці людзі згодныя з тым, што Расія памылілася напаўшы на Украіну. І мы бачым, што навацць рот тых, хто схильны давяру, багата людзей думают, што так памылка была. Наваць 15% у тых, хто ярые прыхильнікі так лічыць. Гэта ўсё пра тое, што ў грамаццве няма нейкай дамінуючай лініі спытання падтрымкі ціто Расіі, ціто Украіны. Дамінуючая лінія на самой справе – гэта антываенны консэнсус. Тут мы яскрава бачым, што армія Беларусі не мусіць праймаць ў делу вайне на неводной стороне, на неводным баку. Гэта просто супердамінантная пазіція, якая ўластівыя усім сегментам, незалежна ад падтрымкі ці... ад давяру ці недавяру до рэжыму. Вось, і што гэта таксама нам тлумачыць? Гэта таксама нам тлумачыць, што нават тая падтрымка Расіі, яку мы бачылі на паперэднім слайдзе, гэта падтрымка такая інертная і пасівная. Про гэта даволі шмат написана, про гэта казалі, напрыклад, мой калега Геннадзь Куршунов, які будзе за мной ў сваім артыкуле, про гэта напісаў таксама прасвятіў гэтаму хвалю даследування Чатам Хаус Рыгора Стапеня, і ў мяне гэта ўдаследування ідэнтычнасці було, ўсё там пра одно, пра тое, што падтрымка да Расіі, яна тлумачыцца такім уявленням пра Расію, як пра нейкую домінантную країну-магніту регіоні, якая нават, ну, захавала там нават культурную некі прымат, технологічны, і ўспрымаецца людьмі, які вось падтрымліваць Расію, як нешта ровная заходнім країнам, не толькі ў ваенным, ў вайсковым, не толькі ў вайсковых рэчах і справах, а таксама і ў справах культурных, технологічных, то, улічываючы, што насельництва Беларусі контактуе з вайной толькі прас медыя, ну, па велікім рахунку, так, і бачыць толькі медыя картынку, медыя малюнкі, так, які яны спажываюцці, ці то прапагандыскія російські, ці беларускія, ці то, ну, з незалежных СМІ, вось. Такая вось падтрымка ці таго ці іншага боку ў вайне, асабліва падтрымка Расіі, яна увязаная з тымі стриотипамі ўявленнямі, які трансляваліся ў Беларусі, ну, нават не 30 гадоў, а яшчы і за савецкім часам, і можа нават раней. Вось. Такой актывны падтрымкі і жадання неяк дапамахчы Расію ў вайне, як не было, так і нема. Вось. Ну, і ў якасті вісновы, каб багата часу не займаць, вось гэтая дынаміка, якую мы назіраем ў падтрымцы рэжиму, ў росту доверадарэжимных інстітуў, так праўльні будзе казаць, яна па вялікім рахунку з'являецца, я так думаю, манифістація і запыту нават не на стабільнаць, таму, што вось апошнія хваля апытання, што там хаус паказала вялікі запытна пірамены ў Беларусі, там багата хто хоче, ну, больша з грамадства нават упэўнена, што Беларусі нужны пэвные реформы, так? Але нават там яны адказываюць, што реформы мусяць быць павольнымі, спакойнымі, нешокавымі, і то вось гэтая дынаміка, яку мы бачым, гэта манифістація запыту на спакой, на то, якаб, ну, скончалася неспакойная часы і Беларусь не аказалася не як утягнутая, ну, мы з вами разумеем, што Беларусь ўжова ўсё утягнутая, але вось ў грамадстві такога консенсус уняма, так? Утягнутая ў вайну, утягнутая ўканамічна катастрофа і ўсё такоя. І таму паляпшэнні, нават, калі яны часовы на еканамічным гэтым фронті, яны могуць приводзіць да подмацавання вось гэтага пачутця спакою, вось, якоя і прыводзіць да узросту, да веру, да інстытута ўся род людзей, які, ну, им клівы депалітизуюцца, і для яких 2020-ый застаўся три гады таму, ў адрозніні ад вялікай-вялікай колькасці людзей, які 2020-ый перэжываюць дагэтуль. Вось, таму, ну, будзем глядзець, як ўсё гэта будзе развівацца, але зараз маєм вось такуя ситуацію. Дзякую, у мене ўсё. Антон, микрофон. А, да, прабачте. Дзякую, Филипп, і передаю слово Геннадзі Горшунову за іпотношення власті і обществу Кавиласка Геннадзі. Спасибо. Всех приветствую. Всех рад видеть. У меня сложная задача последним, теоретически, я должен был бы свести как-то до кучи все, что говорили коллеги, но навряд ли у меня это получится. Ну, тем не менее, некоторые референсы почти на каждый блок, что озвучивали коллеги, я попробую сделать. Мой блок называется «Взаимоотношения власти и общества». И здесь имею несколько позиций, которые отражают последние тенденции. Первое, что хотелось бы отметить, репрессии фактически не прекращаются. То, что Артем говорил о квазисмягчении, это действительно квазис. Здесь я полностью подтверждаю его вывод, потому что репрессии продолжают раскручивать, маховик репрессий продолжает раскручиваться по всем направлениям, которые мы выделяли раньше. Это и массовость, фактически хапуны продолжаются, количественные продолжаются и весной, как мы видим. Это коллективное задержание, задержание семей сохраняется и, хотя точечно, но практика взятия заложников, родственников. Продолжаются карусели приговоров и так далее. Это что касается задержаний. Продолжаются чистки нелояльных на предприятиях. Причем чистки не просто удаления нелояльных, но и фактически с выдачей черного билета, волчьего билета, то есть невозможностью в дальнейшем устроиться на работу. Это, в принципе, было, это то, что продолжается. Из нового, то, что Артем рассматривал со своей стороны, Лев со своей, я со своей говорю о новом виде. Light репрессии, это продажа индульгенций, монетизация репрессий. Это новый такой момент в отчетный период. И еще одна новинка, но, хотя давно анонсированная, это запуск и фактически постановка на поток практики заочных судов, когда обвиняемый находится вне территории Беларуси. Практика запустилась и действительно работает уже достаточно интенсивно. В основном она ориентирована, в основном, а, собственно, она и задумывалась как практика борьбы с теми, кто уехал за границу. И ее можно рассматривать как один из элементов, в кавычках, скажем, тихой войны против диаспоры. Эта война началась тоже уже достаточно давно, сейчас она выслана на поверхность. Проявления достаточно многообразны. Началось все, видимо, с признания диаспоральных чатов экстремистскими. И эта практика продолжается. Второе направление проявляется в движении в сторону поражения в правах белорусских граждан, которые покинули территорию Беларуси. Здесь тоже несколько таких составляющих. Пока они во многом на уровне подготовки обсуждений, как обсуждение вариантов ограничения права на получение бесплатной медицинской помощи для тех, кто уехал. Проговариваются варианты отмены отсрочки от армии для тех, кто учится в иностранных вузах. По школам собирают информацию о учениках, которые уехали за границу. Не в выпускниках, а даже о учениках школ, чьи родители уехали, и дети уехали. Ну и тут в ту же копилку требование ставить в известность государственные органы о получении вида на жительство или иной документ иностранного государства, который предоставляет преимущество для проживания на территории такого государства. Отдельное направление в этой тихой войне – это повышение консульских сборов на ряд услуг. Пускай это не катастрофические, не критические изменения, но фактически они объединяются с наличием фактов отказа от предоставления консульской поддержки белорусам за рубежом. Самый известный пример такого рода – это когда белорусское посольство Берлине отказалось выполнять свои обязательства по отношению к гражданину Белоруссии, который в Германии умер. Ладно, продолжим. Следующий момент, третья позиция, на которую я хотел бы акцентировать внимание – это стремление государства, стремление режима расширить сферы контроля внутри страны. В частности, давно известная практика в Белоруссии – это составление списков неблагонадежных граждан. Давно это были списки музыкантов, которым запрещено было выступать в Белоруссии. В прошлом году появились списки на увольнение и непродолжение контрактов. Зимой стали составлять списки потенциально неблагонадежных граждан. В частности, к таким были отнесены украинцы, которые работают в госструктурах, с одной стороны. С другой стороны – любители стрельбы. Ну и, как мы видим, в марте, собственно, вот по этим спискам началась усиленная работа правоохранительных органов, в частности, по любителям стрельбы. Кроме того, обращают на себя внимание два закона, которые были приняты. Первый – об оказании психологической помощи, исходя из которой представители силовых органов получают… Им намного облегчили доступ к тому, что можно назвать профессиональной медицинской тайной, профессиональной тайной психолога. Второй момент – это постановление совмина по порядке функционирования информационной системы. Там предусмотрены возможности для того, чтобы фактически в онлайн-режиме силовые органы могли получать ничем не ограниченный объем информации о человеке, цифровой информации. Причем и как от государственных структур, так и от частных. То есть фактически слежка не только легализируется, она получает институциональное оформление. Дальше, опять же, в русле этого расширения сфер контроля и тяги к тоталитаризму, в определенном смысле, не могу не упомянуть о том, что государство начинает посягать на все больше сфер приватности. В частности, сфера здоровья. С 1 января Министерство здравоохранения обязано проводить диспансеризацию всех граждан Беларуси раз в год. То есть каждый гражданин Беларуси, вне зависимости от полувозраста образования и независимо от своего желания, должен будет пройти медосмотр. Вторая сфера, на которую заявила свои претензии власть, это область брачно-семейных отношений. Здесь пока помягче, но на пленуме Верховного суда было озвучено, что на суды возлагаются функции по примирению супругов. Не в таком формальном варианте, но достаточно жестко, для чего увеличивается время для рассмотрения такого рода дел. По отдельности, все эти позиции, которые я сейчас перечислил в рамках этого вопроса, их можно даже рассматривать как заботу государству. Но в своей совокупности они показывают, что эта забота превращается в удушающий поводок контроля, который накладывается на все большее количество сфер. Там даже в отчете больше, такой небольшой спойлер, смотрите отчет, там много чего у нас не входит в основной текст доклада. И последнее, на чем хотел сказать, это то, что в Беларуси оформляется два пространства гражданских обществ, юридически оформляется. Одно общество, натуральное гражданское общество, начали уничтожать в 2021 году. Сейчас это, собственно, о чем Артем говорил, будет вычищаться на юридических основаниях. С другой стороны, тот ряд законодательных актов, которые были приняты о гражданском обществе, о политических партиях, ПНС и некоторые другие, они создают базу для государственного гражданского общества, насколько бы аксюморонисто не звучала такая формулировка. И государство начинает этого строить. Между тем, следует сказать, что независимое гражданское общество продолжает функционировать. Он продолжает функционировать и в Беларуси, и за границей. В Беларуси можно функционировать только в скрытом партизанском режиме, поэтому о том, что там жизнь продолжается, мы можем судить только по косвенным признакам. И, к сожалению, не особо распространяться о том, что там происходит, просто из соображений безопасности тех, кто остается в Беларуси. С другой стороны, последствия деятельности белорусских партизан, в частности, мы видим и так. Второй момент. Что делается за диаспорой? Мы это действительно видим, и про это можно и нужно говорить. В частности, тренд на институциализацию различных структур гражданского общества, который слабо отмечался ранее, сейчас он набирает обороты. В частности, мы можем говорить про создание сообщества родственников бывших политзаключенных в Беларуси, ассоциацию белорусских ветеранов, воевавших за Украину, независимо от Беларусской Академии, Института Беларусской Книги и так далее. Процессы идут, раскручиваются, и это хорошо. При этом следует сказать, что исследования показывают, что существенная часть гражданской активности белорусов и зарубежья, она до сих пор проходит вне институционального пространства. Очень много людей делают в инициативном порядке, без привязки к каким-то организациям, исходя из чего можно говорить, что у белорусского гражданского общества, которое находится за рубежом, есть еще весомый резерв, запас для того, чтобы развиваться и институционализироваться дальше. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Геннадь. И давайте перейдем к сессии вопросов и ответов. Напоминаю, что ваши вопросы к спикерам вы можете писать в чат или поднимать руки, и мы дадим вам слово, подключим вас по видео. И у нас есть первый вопрос. И это питание до Филиппа. Это четыре сегменты грамадства. Яры прихильники, яры противники, исхильные до доверия, ци до недоверия. Ци они приблизно однольковые по померах. Ци кожные из этих сегментов недзе 25% опытанных. Ци они на дворот адрозняваются помеж собой по померах. И, калі так, дак який от соток панели цих грамадства в уголе можно аднести до кожных из этих сегментов. Дякую, Шира, за питание. Ну, давайте подлумачим. Перше за все, гэта дадзины есть. Мы их выкладаем в открытый доступ. Они будут в техническом додатке, в техническом аннексе. Там будет посылка на массивы с дадзинами. То можно будет сабе стягнуть массив в формате SPSS или Excel и погуляться с дадзинами, нечто там, поанализовать самостойно и все такое. Вось, мы можем казать про тое, скольки гэтых людей у онлайн-панели. И гэтые сегменты маюць, ну, адрозняваюцца по померах. Ясная справа, вось, таму, што мы маем там... Большасть грамадцва знаходецца... Не грамадцва, а большасть апытыных знаходецца у середніх сегментах. То есть, бог, с хильная до доверу и недоверу. И вось, сегмент с хильная до доверу, кали мне памяти не бракует, близко 40% складаю. Вось, 41, може хиба, я не помню. 22-24 – это ярые прыхильники, и решта там размеркована приблизно однолького помеж с хильными до недоверу и ярыми противниками. Я не дужа помню, и просто зараз мне не дужа зручна лезти в массив дадзинах, але мы выкладаем их в агульный доступ. Гэта не так важна на самой справе. Важны трэнды, а дразня не помеж, динамика важна, потому что у онлайн-панелли... Я чую эха. Да, коллеги, пожалуйста, если можете, выключайте микрофон, чтобы у нас не было эхо. Филипп, пожалуйста. Так-так-так, гэта не так важна, тому, что трэба больше глядзеть на динамику и на тое, что унутры гэтых сегментов отбывается. Мы не ведаем, кольких гэтых людзёй в громадстве. Про гэтые доследования мы не дознаёмся. Мы дознаёмся только про динамику. Цих поболела, цих поменила, цих засталася такая колькасть ціне. Мы стараемся контролювать фактор страху, мы стараемся контролювать дропаут и сказать именно про трэнды, шукать некое обгрунтованне цих цих изменов динамицы. Но если мы анализуем особенно, например, структуру людей, которые сильны до доверия, цих недоверия, цих прихильников, цих противников, по інших параметрах, то тут мы можем уже сказать, что в громадстве так же это происходит. Потому что, ну, уличываючи тое, что в онлайн-панели люди больше активны и сильны до интернету, можно вот это держать в голове и сказать, что если человек противник режиму, то он будет и до Украины ставиться не так, как сегмент противников режима. Господи, я отказал на питание. Окей, дякую, Филипп. Следующий вопрос. Я думаю, что, возможно, это вопрос к Артему. Но, возможно, кто-то еще из спикеров захочет ответить. Каково ваше мнение относительно увеличения влияния России на Беларусь и распространения ее пропаганды? И вызвано ли это увеличение влияния закрытием ртов ее противникам? Не кажется ли вам, что в белорусской власти находятся одновременно и сторонники интеграции с Россией, и те, кому выгодна независимость? Но те последние потихоньку сдаются. И не кажется ли вам, что белорусское общество может поменяться настолько, что оно и само захочет интегрироваться в Россию даже с учетом возможной победы Украины? Здесь затронуты, мне кажется, как минимум четыре раздела нашего трекера, поэтому я не буду узурпировать коллеги, кто захочет присоединиться. Очень комплексный вопрос. Я не знаю, как можно более-менее научным путем измерить соотношение сторонников большей интеграции с Россией или меньшей интеграции с Россией внутри белорусского режима. Действительно есть ощущение, это сугубо аналитическое ощущение, что в последний год куда более заметными стали сторонники некого смыслового, политического и даже военного единства с Россией, сегодняшней Россией, с Кремлем. И интерпретировать это однозначно как то, что этих людей стало больше, я не могу, потому что ситуация не располагает к тому, чтобы люди с другой точки зрения открыто высказывали свою позицию, открыто действовали, противодействовали скорее этим вот сторонникам русского мира или интеграции. Понятная политическая конъюнктура выталкивает на поверхность союзников Москвы. Однако, действительно, в пропаганде, действительно, как в белорусской пропаганде государственной, так и в российской, разумеется, так и в некоторых действиях белорусской власти, связанные с открытием военно-патриотических лагерей, с нормализацией такой провоенной российской пропаганды на местах, в том числе в школах, действительно вкладывается ощущение более активного, активных действий, большей активности, если хотите, вот этого вот пророссийского лагеря, если можно так выразиться, внутри белорусской правящей как верхушки, так и бюрократии в целом. Что же говорить, если говорить о влиянии на общество, пусть коллеги меня поправят, но опросы, которые проводят на эту тему, я не помню, было ли это у нас в предыдущих опросах, мне кажется, что нет, но, может быть, и было в этом, по-моему, не было, но это было учетом хаоса однозначно, то есть другого растопения, и там видно, что происходит поляризация по внешнеполитическим предпочтениям, растет несколько пророссийский сегмент, а, это было у Филиппа Беканова в исследовании идентичности, он вам расскажет подробнее. Но если коротко, то растет как пророссийский, так и, если хотите, проевропейский сегмент за последний год, и истощается пронейтральная середина. При этом она все равно, вот эта пронейтральная середина остается относительным большинством белорусского общества. Вот такая вот странная ситуация. Она странная в том числе, что она не линейная, нет какого-то единого всепоглощающего тренда, кроме поляризации, но при этом общество остается очень фрагментированно и расколото с точки зрения внешнеполитических установок, и поэтому говорить о том, что ситуация ведет нас к тому, что в стране окажется большинство сторонников интеграции с Россией, называется, не выпадая, не приходится. Растет скепсис в отношении ОДКБ. Мы видим, по данным Филиппа, множество сомневающихся в правильности российской войны в Украине даже среди сторонников власти и среди более мягких сторонников власти, вернее, доверяющих власти. Поэтому никакой однозначного тренда на рост сторонников именно глубокой интеграции с Россией у нас нет. Это такие флуктуации, скажем так, которые, к тому же, компенсируются поляризацией со второй стороны. Спасибо. Возможно, кто-то еще из спикеров хочет добавить что-то к тому, что сказал Артем. Филипп, возможно, вы? Ну, Артем довольно подробно. Ну, насколько можно в таком коротком формате рассказал. Ну, тут мне только долучиться и подтримать застаяться. Поэтому я не думаю, что... Ну, опрочусь этого антивоенного консенсуса заужды ва усіх назераннях, и тут уже може Геннадзь так само подтвердзить, а пошне двадцать годов, хіба може нават больш, был консенсус про незалежность. Што можна интегравацца с Россией, але нават большинство, кто хочет интегравацца, не разумея, як эта интеграция мусить выглядаць и с чего она мусить складацца. Тобо гэта укладаецца у той же самой тлумачэнне, про яку я уже сказал, что гэта ожидание быть разом с Россией оно не дуже рациональное, особливо по равнанне с выбором на корысть Европейского Союза и на корысть нейтралитету, які по своей сутнасті довольно прагматичные. Люди хочуть за лепшим жытьом до Европейского Союза, каб отрымливаць бенефіты от саброуства з усімі до нейтралитету, а Расія гэта такоя... Людзі, які схильны до саброуства з Расія, отказываюць на гэтае пытанне кшталту типу мы схильны, мы за усёды былі з Расією разом, мы з імі сабравалі, мы там братскія народы, але як гэтае адзінства мусить выглядаць на самой справе, ну такога разумэння саправды нема. Мусим быць разом. Ну і ўсё. Але ану пры гэта мусим быць неяк па асобку, тому што вось яднацца там ў адну краіну не ў адным дэследувані больше там за 37% я ніколі не бачу. Дякую великий Філипп. Їнаць, калі ласка. Я нескільки моментів просто додам, колеги, со своєї сторони. Я немножко про общество. Дякую. 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 Доля таких последние лет 15-20 колебалась на уровне 5-7%. Вот из тех данных, которые были доступны именно за тотальное объединение вхождения, эта доля практически не поменялась. И действительно ценность независимости Беларуси, которая проявляется и в том числе в выборе этого серединного пути дружить со всеми, ценность независимости, она это тот феномен, который объединяет сторонников и противников власти. Сторонников и противников протеста. Это очень хорошо видно по качественным исследованиям, по анализу открытых вопросов, по анализу глубинных интервью. Да, в принципе, нам с Россией, вот одни говорят, другие с Европой, но и те, и другие всегда говорят обе стороны. Мы должны быть независимыми. Даже те, кто настроены пророссийской абсолютной большинству. Спасибо. Дякую, Великий Инаць. Наступное питание. Як вы личите, на кольки устойливым з'является запад на стабилизацию громадства? И на кольки он королюет за отсутностью экономичных потрясений? На кольки может заховаться гэты запад на стабильность при погаршэнне экономичной ситуации? Давайте я могу тут отказать довольно... А, Телел. Ну, давай я начну, а потом... Я бы сказал, что запрос на стабильность, он, на самом деле, есть всегда во всех странах, и он именно в экономическом смысле очень важен. Проблема текущей ситуации в Беларуси как раз состоит в том, что у нас там, наверное, хуже всего даже не то, что там падают какие-то показатели. А самое проблематичное – это отсутствие той самой стабильности. У нас меняются законы каждый месяц, меняются правила игры. Там особенно это, наверное, относится к индивидуальным предпринимателям. Там совсем никто не может сказать, по каким правилам и какая часть предпринимателей сможет работать, условно, через год. Поэтому, да, то есть к любой экономической ситуации в первую очередь предприниматели, во вторую очередь люди, они приспосабливаются со временем. Но вот нестабильность, которая существует сейчас, она как раз не дает приспособиться за счет постоянных изменений. Спасибо. Геннадий, пожалуйста. Я додам в том смысле, что вельми добро, знов таки, я зараз пошлюся на дадзины глубинок, глубинных интервью. Гэта один з основных запытов – запыт на прадказальнасть, запыт на стабильнасть, запыт на то, яка празуметь, у яким свете мы живем. И тут ось гэта невызначенность, ось гэта хвалі то у один бок, то у другий бок, яны вельми надакучили, потому что на самом речке, как люди означают, яны идуть постоянно на усих узровнях. Пачынаюча хиста на запад, на захоте, на осход, на захоте, на осход. И скончыучи, например, реформой системы адукации. Якая де запар уже кольки годов, и каждый год люди не ведают, по яких правилах будут поступать у школы, у вузы былые школьники. Неа ма вызначенности, что вельми напружуя. И таму запыт на прадказальнасць, и он вяликий, по-перше. По-другое, ва умовах кризису, комплексного кризису, политичного, экономичного и так далей, гэта запыт будзе тольки нарастать. Спасибо. Ну что, коллеги, у нас, насколько я вижу, нет больше вопросов, поэтому я могу напомнить, что само исследование вы можете почитать на сайте фонда Фридриха Эберта. Ссылки на исследования на английском и на русском языках выложены в этот чат, и мы разошлем всем зарегистрировавшимся это исследование буквально как только мы закончим презентацию. Спасибо большое за ваше время, спасибо за то, что присоединились к нам, спасибо большое всем спикерам и до новых встреч. Спасибо и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем, Широ, за то, что долучились. Спасибо всем.